МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Но вначале по традиции коротко о главном. Заместитель Акима области покинула пост. Айзада Курманова назначена вице-министром культуры и информации. И вновь за парты. Более 22 тысяч павлодарских школьников сдадут промежуточную аттестацию по казахскому языку за неделю. Без горячей воды и с аварийной канализацией жители дома по Ермака-17 просят помощи. Внуки приходят к дому, говорят, фу, как уоняет. Разворачиваются, уходят. Халык-радио подарило праздник детям с нарушением слуха и речи. Всем привет! Итак, все вас тут поздравляют, а я вас поздравлять не буду. Я вам просто похлопаю. Почему? Потому что хорошо, что вы есть среди нас. Сегодня ученики 5-х, 6-х, 7-х, 8-х и 10-х классов впервые прошли промежуточную аттестацию по казахскому языку. Кроме того, школьники, обучающиеся на негосударственном языке, сдавали экзамены по казахской литературе. Результаты повлияют на годовую оценку. Об этом в первом сюжете. Последний звонок прозвенел, и официально начались летние каникулы. Тем не менее, сегодня школьники во всей стране снова сели за парты. Сдают экзамен по казахскому языку. От промежуточной аттестации освобождают только по состоянию здоровья при наличии справки ВКК. А также детей, которые на данный момент участвуют в международных спортивных или интеллектуальных соревнованиях. Коллектив учителей составили задания, опирались на рекомендации, требования по составлению заданий. Задания к экзаменам сейчас вот наблюдали, что экзамены проходят очень спокойно, тихо. Дети очень положительно настроены. Дети говорят, отвечают. Напомню, что промежуточную аттестацию в этом году школьники сдают впервые. Ее ввели, чтобы проверить, насколько хорошо юные жители страны владеют казахским языком. На выполнение заданий дается 180 минут. Они включают чтение, правописание и грамматику. Тестировать учеников будут с 27 по 31 мая. Александра Петрова, Дамир Ешанов, телекомпания «Ирбис». Суровая зима стала причиной сильного разрушения трасс республиканского значения в Павлодарской области. Об этом заявили специалисты. Сейчас делают ямочный ремонт. Залатать дыры надо более чем на 1400 километрах. За процессом наблюдала наша съемочная группа. Ямочный ремонт на трассах ничем не отличается от того, что делают в городе. Но сложность в том, что масштаба здесь в разы больше. Для начала нужно обследовать десятки километров дорог, а после еще доставить технику на место. Специалисты говорят, в этом году работы достаточно. После зимы дороги оказались в очень плачевном состоянии. Выпало очень большое количество осадков. Из-за этого образовались большие аварийные ямы. Ямочность образовалась. На данный момент мы обслуживаем сеть 184 километра. Ведутся работы по ямочному ремонту, заливке трещин, нанесение дорожной разметки. На сегодня в регионе отремонтировали уже 70% республиканских трасс. Всего в Павлодарской области их более 1400 километров. На латане ты специалистам отели два месяца. Завершить работы должны до 15 июня. Артюб Клеван, телекомпания «Ирбис». Айзада Курманова назначена на должность вице-министра культуры и информации. Об этом сообщает главный информационный сайт региона «Ирбис-тв.кз». Также в социальных сетях телекомпании «Ирбис» много полезной информации и горячих новостей. Надо подписываться. Ну а сейчас специальная рубрика. Спонсор новостей из соцсетей. Ремонт «Окнопласт». Постановлением правительства Казахстана Курманова Айзада Амангельдиновна назначена на должность вице-министра культуры и информации. Свою трудовую деятельность она начала в 1992 году учителем в школе Майского района. Бухгалтер, милый мой бухгалтер. Теперь с иронией так будут петь коллеги предприимчивых бухгалтеров, которые по поиступной схеме заработали 27 миллионов тенге в Щербактинском районе. Они придумали схему, в которой перечисляли незаконную зарплату и другие выплаты сверхустановленного лимита на карточные счета. Также вносили их на счета недействующих сотрудников, а после чего обналичивали. В суде свою вину женщины полностью признали и возместили причиненный государству ущерб. Сейчас подучетные отбывают наказание сроком на 3 года и 6 месяцев ограничения свободы. Второй бухгалтер привлечена к 6 годам заключения. Однако суд постановил данное наказание считать условным. Мертвые души во всех организациях были и есть. Без злого умысла. Сколько вы тратите на кафе и рестораны, спрашивают телекомпании «Ирбис» у своих подписчиков. И вот что пишут люди. Я сама готовлю, как в ресторанах и кафе. Нисколько. С нашими доходами только по кафе и ресторанам ходить. Нисколько. В последний раз там лет 6-7 назад было. Комменты читаешь, никто не ходит. В кабак зайдешь, мест нет. Установка откосов, отливов, замена подоконников, пластиковых порогов, ручек, фурнитуры. В Павлодаре и Аксу диагностика бесплатная. В близлежащих селах 1000 тенге. Ремонт окнопласт предлагает самые выгодные условия. При ремонте двух и более окон регулировка створок плюс чистка механизмов в подарок. Также действует специальное предложение для пенсионеров и льготников. Скидка 10%. Оформить заявку и вызвать специалистов на бесплатную диагностику можно в удобное для вас время. Обращайтесь по телефону 8 747 816 1902. Ремонт окнопласт. Поможем. Улучшим. Утеплим. Недоношенного младенца с тяжелой патологией спасли павлодарские врачи. В первые часы жизни у ребенка обнаружили врожденный порог кишечника. О самочувствии малыша сейчас расскажет моя коллега. Малыш появился на свет недоношенный на 29-й неделе с врожденным порогом кишечника. Во время беременности на УЗИ выявить такую патологию сложно. Потребовалась срочная операция. Вес маленького пациента был всего 900 граммов. Внутренние органы очень маленькие. Поэтому врачам предстояла ювелирная работа. У таких детей еще недоразвитый желудочно-кишечный тракт. Еще полностью не могут свою функцию выполнить. И приходится сложно выхаживать таких детей. Недоношенные дети очень чувствительны к болю. Они легко теряют тепло. То есть долго не могут на открытом операционном столе лежать. Поэтому операции у нас стараются делать быстро. Вы быстро закончите. Операцию делали около часа два неонатальных хирурга. Она прошла успешно. Сегодня состояние ребенка стабильное. Питание усваивает. С начала года в перинатальном центре новорожденным провели 13 разных операций. Александра Петрова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Теперь прервемся на короткую рекламу. И затем продолжим знакомить вас с материалами корреспондентов телекомпании «Ирбис». Ну а еще впереди новости спорта и специальный информационный блог. Так что дождитесь. Будет интересно. Распродажа обуви на весну и лето. В ассортименте как мужская, так и женская коллекции. Обувь выполнена из высококачественных материалов, которые подарят комфорт. Цены от 5000 тенге. Скидки до 50%. Распродажа продлится лишь несколько дней. 28-30 мая Нурсултана Назарбаева, 21-1, бывшая гостиница «Дружба». Павлодарский машиностроительный колледж приглашает на обучение выпускников 9-11 классов на бюджетной основе по востребованным техническим специальностям. Технология машиностроения. Литейное производство. Техническое обслуживание. Ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования. Техническое обслуживание. Ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта. Эксплуатация и техническое обслуживание машин и оборудования. Слесарное дело. Для образовательного процесса колледж располагает оборудованными кабинетами, учебными лабораториями и мастерскими. Имеется библиотека, читальный зал, медицинский кабинет, столовая и общежитие. Колледж гарантирует стопроцентное трудоустройство и предоставляет оплачиваемую практику. Наш адрес – город Павлодар, улица Ол-Шабай-Батыра, 43, 8-71-82-55-46-90. К обработке полей против саранчи приступили в Павлодарской области. Речь идет о нестадных вредителях. Чиновники и биологи дают гарантию – обезопасят регион от этих насекомых. Напомню, выделено почти 140 миллионов на химический препарат. Саранчу будут травить в Байнаульском, Железинском, Павлодарском и районе Церенголь. К первой обработке специалисты приступили уже сегодня. Химические препараты рассчитаны на нестадные виды вредителя. Сейчас в регионе наблюдается биологический подъем численности насекомого. 14 мая отмечено уже начало от рождения итальянского пруса в Байнаульском районе. Возрастной состав стадных саранчевых вредителей на сегодняшний день составляет в первом возрасте 100%. Химические обработки будут проводиться по мере массового отрождения личинок итальянского пруса 2-3 возрастов. В настоящее время проведены конкурсные процедуры и определены подрядчики оказания услуг проведения химических мероприятий. Выделенных денег хватит на приобретение более 3000 литров специального препарата. Обрабатывать территории в регионе будут пестицидами от личинок итальянского пруса. Это вид саранчи, который способен уничтожить растения на огромных территориях. Артем Буланов, Дамир Ишанов, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей ведущей рубрики на этой неделе Александра Петрова. Саш, приветствую тебя. Ты чаще ездишь на трамвае или на автобусе? Привет, Владимир. Я предпочитаю трамваи, хотя пассажирские перевозки в автобусах выросли на 9%. Здравствуйте. Как сообщают на Energy Promkizet по итогам первого квартала, автобусами в стране воспользовались 490 миллионов человек. Самый значительный рост числа пассажиров в два раза отмечен в Алма-Атинской области. За четыре месяца там перевезли 6 миллионов 800 тысяч пассажиров. А в Восточно-Казахстанской пассажиропоток сократился сразу на 23,5% до 24 миллионов 700 тысяч человек. В нашей Павлодарской области перевезли 17 миллионов пассажиров. В салонах Ральф Рингер поступление комфортной и качественной летней обуви для мужчин и женщин. Производитель уделяет большое внимание подошве и материалам. Все модели имеют анатомические колодки. Приобрести обувь высокого класса можно в рассрочку. Салоны Ральф Рингер расположены в торговом доме Тулпар Бутик 221, Артур 2 Бутик 356 и в Старом Цуме Бутик 22. Также есть салон ВАКСУ в торговом доме Агидель Бутик 22. А Бутик Глазман радует новой акции. При покупке костюма на свадьбу, галстук, рубашка и укладка жениху в подарок. Размеры костюмов от 48 до 58. Успейте приобрести свой. Бутик находится по адресу улица Академика Сатпаева, 130, торговый дом Сити-Центр, второй этаж. Режим работы с 10 утра до 8 вечера. Будьте всегда на стиле вместе с Глазман. Купили костюм. Есть еще одна деталь. Цветы играют важную роль и служат для проявления чувств, поздравлений или украшения интерьера. Комплимент приглашает каждого посетить их салон, где любая композиция – это сочетание неповторимой нежности и красоты. Опытные флористы с радостью помогут подобрать идеальный букет на ваш бюджет. С 7 утра до часу ночи можно заказать доставку. Комплимент находится по адресу улица Тарайгырова, 109. График работы с 9 утра до 9 вечера. Впереди долгожданный период отпусков. Туристическая компания «Анара Компани ПВ» запускает ранее бронирование на прямой рейс «Павлодар-Алаколь». Получите незабываемые впечатления от поездки на озеро, где вода в бархатный сезон, как парное молоко, а пляж располагает расслабиться и забыть обо всех проблемах. Кроме этого, Алаколь славится своими целебными свойствами. Лечебная грязь нескольких видов может положительно отразиться на вашем здоровье. Стоимость тура от 85 тысяч тенге. В нее входит проезд в обе стороны на автобусе со спальными местами, проживание в доме отдыха 5 ночей и трехразовое питание. Не упустите шанс отдохнуть красиво. Первый рейс 14 июня. И в завершение курс валют. В Павлодаре доллар стоит 444 тенге, евро 482, рубль ровно 5 тенге. И у меня на сегодня все. Владимир. Благодарю. Продолжаем выпуск. Долой дефекты. В Центре амбулаторной хирургии доктора Величко помогают сохранить красоту и здоровье кожи. Папиломы, ксантомы, родинки, бородавки или другие новообразования удаляют безболезненно, благодаря современным методикам. Результат лазерной терапии увидела Елена Белоградова. Лазерное удаление новообразований в современной медицине – золотой стандарт. Процедура безболезненная и безопасная, а эстетический эффект просто замечательный. Накопленный опыт и профессионализм доктора Величко вызывает у пациентов безграничное доверие. В этом направлении хирург успешно практикует 20 лет. Всегда была мысль открыть центр, который бы специализировался на данном направлении. И я, собрав свой опыт, достаточно уже большой, получился такой центр открыть. И сейчас мы осуществляем достаточно широкий спектр услуг. Туда входит не только лазерное удаление новообразований. В центр доктора Величко обращаюсь неоднократно. Что мне нравится в центре непосредственно? Удобный график. Сама процедура проходит быстро, безболезненно. От новообразований на теле можно избавиться за считанные минуты. Главное – вовремя обратиться к специалисту. Центр доктора Величко практикует взрослую и детскую хирургию. К маленьким пациентам особый подход. Успешно специалист справляется с одним из распространенным в мире недугом. Младенческую гемангиому лечат исключительно консервативным методом. В моем случае очень большое количество у меня уже маленьких пациентов, которые прошли успешное лечение от младенческих гемангиом без хирургических агрессивных методик, соответственно, которые не имеют потом шрамов, рубцов. Особенно это касается локализации таких гемангиом, как голова, лицо. Осмотр консультаций, в том числе и онлайн амбулаторное лечение и еще одна очень удобная услуга вызова врача на дом по телефону 8 701 827 7907. В центре доктора Величко на Естая 85 принимают по записи ежедневно с часу дня до 17.30, кроме воскресенья. Елена Белоградова, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». Завести долгожданную горячую воду в дом не получается у жителей Второго Павлодара. Они во всем винят аварийную службу водоканала, которая якобы бездействует. По словам людей, коммуникации в их подвале в полном порядке, однако спецмашину для откачки приходится вызывать 3-4 раза в месяц. В чем проблема, разбирался наш корреспондент. Этой двухэтажке по улице Ермака 17 более полувека, говорят жильцы. Ровно столько же в доме нет горячей воды. Поэтому подключить ее – это самое ожидаемое и важное событие. Акимат вот в этом году предложил определенную сумму и предложили выбрать, что они могут, какую помощь нам могут оказать. Вот мы выбрали горячую воду. И сейчас вот мы не можем это сделать, потому что колодец нужно чистить. Это не в наших силах. У участников нет такого оборудования. Колодец и подвал заливают постоянно, а городская аварийная служба заявки отрабатывает слишком долго, жалуются жильцы. Приходится вызывать осенизатор за деньги, причем несколько раз в месяц. Выходит очень накладно, а в доме живут одни пенсионеры и многодетные семьи. Ну, чтобы приехали, сделали все по-человечески. Не надо обещать, ждите, ждите, ждите. Приехали, сделали, все, уехали. И чтобы мы больше к ним не касались. И внуки приходят к дому, говорят, фу, как гоняет. Разворачиваются, уходят. В компании «Монополисты» сегодня сообщили, на их канализационных сетях повреждений нет. И посоветовали жильцам перепроверить герметичность труб в подвале. Если будут обнаружены дефекты, восстанавливать коммуникации придется жильцам дома за свой счет. Асиля Скербекова, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». После проливных дождей повладарцы стали массово жаловаться на непроходимые лужи. По словам людей, асфальт в разных частях города уложили неправильно, из-за чего скапливается вода. Доказательства прислали видео в редакцию новостей. Все подробности в мобильном приложении. Смотрим очередную подборку. Спонсор мобильного приложения – Павлодарский завод «Эми». Приобретайте котлы длительного горения напрямую от производителя. Здравствуйте, дом Камзина, 106. Съезд с улицы Камзина на Чайковского. У нас тут море. Как всегда, колодцы не работают. И смотрите, куда доходит вода. А вон она вода. А вот эта трансформаторная будка стоит. Не дай бог что-нибудь случится. Кого потом претензии предъявлять, просим, пожалуйста, помогите нам. Такая картина. На 1 мая. Чокину. То есть невозможно ходить, когда дождь. Как вы здесь летать? Везде грязь. Везде лужи непроходимые. Просьба принять меры. Перекресток Тарыгырово-Сатпаева. Как бы перейти через этот пешеходный переход? Лодки нету. Перевозчика, лодочника тоже нету. Тарыгырово 36 и 44, дробь 1. Как пройти пешеходные дорожки? Невозможно. Кто там нивелиры смотреть не умеет, а мы виноваты. Пройти не можем. Вот так мы обошли эту лужу. Хорошо тут кто-то плитки положил. Ой, спасибо. Ой, ой. Ой, ой, ой. О, загородились. Баян Батыра 2. Подвал. Все затоплено. Всякие фекалии. И вот это постоянно. Мусор с подвала вынесли. Не весь еще. Не весь. И вот он на улице. Уже неделю здесь лежит. Завод Эми. Единственный в Павлодаре, где производят современные котлы длительного горения марки Эльбрус. Их изготавливают на профессиональном автоматизированном оборудовании. Вся продукция соответствует высоким стандартам качества и прошла сертификацию. Гарантия до 5 лет. Котлы мощностью от 15 до 1000 кВт подходят как для домов, так и для коммерческих помещений. Они пользуются спросом по всему Казахстану. На заводе есть свой конструкторский отдел, где рождаются чертежи будущего изделия. Важный момент. Котлы Эльбрус реализуются без наценок, поэтому они дешевле рыночной стоимости, ведь все поставки напрямую от производителя. Если вам нужен качественный товар, который прослужит долгие годы, обращайтесь на завод ЭМИ. Он находится по адресу Центральная промзона 230. Подробную консультацию вы получите по номеру 8 708 306 17 18 66 04 03 или на сайте pzmi.kz. Ну а теперь коммунальная сводка. Ее ведущая Алина Темир-Галеева уже в студии. Алина, приветствую! Совсем скоро улицы города покроют белый пух. Пух. Вопрос такой. Кто должен его убирать, чтобы маленькие озорники его не поджигали? Владимир, привет! Давай поясню. Здравствуйте! Период цветения тополей уже начался, а значит, скоро городские дворы заполнят надоедливый пух. Убирать его должны дворники. А вот что касается поджога пуха, блюстители закона предупреждают, что за такой затею грозит штраф в размере до 2000 МРП или исправительные работы в том же размере, в зависимости от последствий. А теперь перейду к плавным отключениям на 27 мая. По информации компании «Монополиста», во вторник без электричества с 9 утра до 5 вечера придется потерпеть жильцам многоэтажки по адресу Циолковского, 39. Света не будет из-за ремонта трансформатной подстанции. По той же причине, но уже до 12 дня обесточат здание на участке Камзина, Чайковского, Росковой, а также по адресу Камзина, 106. Ну а я напоминаю, если у вас проблемы со светом, водой или со вслужившей организацией дома, приглашайте коммунальную сводку по номерам, указанным на экране. Наши корреспонденты приедут и расскажут о вашей ситуации в эфире новостей телекомпании «Ирбис». Владимир, передаю слово тебе. Спасибо. Это была коммунальная сводка. Память Героя Советского Союза, генерала армии Республики Казахстан Сагадата Нурмагомветова почтили в Павлодаре. У мемориальной доски собрались общественные деятели, военные и ветераны, чтобы возложить цветы. Отдал дань уважения и наш корреспондент. Субтитры создавал DimaTorzok Собрались военнослужащие всего Павлодарского гарнизона, командиры воинских частей, представители Акимата, ветераны. Все с гвоздиками в руках и в памяти каждого неоценимые заслуги героя Сагадата Нурмагомветова. Он был участником Великой Отечественной войны, дошел до Берлина, где и встретил победу. В 1992 году стал министром обороны Республики Казахстан, в отставку ушел в звание генерала. В 2023 году на 99-летие генерала Сагадата Нурмагомветова здесь, на территории Департамента по делам обороны, была установлена памятная табличка. Сегодня мы отмечаем столетие первого министра обороны Казахстана. Он родился в селе Янбек, Аккольского района Акмолинской области. Он очень любил родной край, он был настоящим патриотом. И сегодня он образец для военнослужащих. Юбилейные акции проходят по всей стране. В Павлодаре именем Сагадата Нурмагомветова названа улица, где расположен Департамент по делам обороны. Благотворительный семинар-тренинг для женщин прошел в Павлодаре. Участницам рассказали о способах самореализации в интернете и обучили полезным навыкам, которые пригодятся на пути к успеху. Билет на мероприятие стоил недешево – 50 тысяч тенге, чтобы помочь многодетной семье. Бизнесвумен, мамы в декрете, а также павлодарки готовы развиваться и постигать новые горизонты. Девушек разных возрастов и категорий объединил воркшоп. Социальный проект основан женщинами для женщин. Первый день семинара был посвящен здоровью, второй – самореализации. Участницы узнали, как продвигать свой продукт в Инстаграм, о возможностях искусственного интеллекта, учились правильно и красиво говорить. Важно не оставлять людей в беде, важно им помогать. И в особенности такие актуальные темы, как, допустим, искусственный интеллект, монетизация своего дела в Инстаграм, очень помогают женщинам. И они могут уже в декрете найти свое дело в жизни, могут помочь им в их реализации. И также не закрываться со своими проблемами, быть открытыми миру. И мы всеми силами стараемся поддерживать этих женщин. Проект, к слову, не просто социальный, а еще и благотворительный. Деньги, вырученные от продажи билетов, направят на помощь отцу, который в одиночку воспитывает восьмерых несовершеннолетних детей. В преддверии Международного дня защиты детей журналисты Павлодарского радио устроили праздник для воспитанников специального комплекса «Детский сад-школа-интернат». Это традиционная благотворительная акция, которую радиоведущие проводят ежегодно. Встретился с коллегами наш корреспондент. Всем привет! Итак, все вас тут поздравляют, а я вас поздравлять не буду. Я вам просто похлопаю. Почему? Потому что хорошо, что вы есть среди нас. На сегодняшний день в специальном интернате воспитываются более ста детей с нарушениями слуха и речи. Сотрудники радио устроили для них увлекательный праздник. Клоун-паровоз и другие яркие персонажи не давали ребятам заскучать. Восхищение вызвал отряд быстрого реагирования. Ежегодная благотворительная акция «Твори добро» нашла свое продолжение под сводами этого учебного учреждения. Спонсорами выступили творческий коллектив «Ерцмидзе». Сегодня красочную концертную программу нам подарят наши друзья, аниматоры, клоун и спецотряд быстрого реагирования. В завершение праздника детям вручили подарки, игрушки и спортивные принадлежности. Стоит отметить, это не первая благотворительная акция, организованная сотрудниками «Халик Радиосы». Ранее они уже оказывали помощь малообеспеченным и многодетным семьям. Заматает Халин Александр Колесников, телекомпания «Ербис». Капитан сборной Казахстана Роман Старченко признан лучшим игроком национальной команды на чемпионате мира по хоккей. Ну а вот кто стал победителем турнира, знает мой дорогой коллега, ведущий спортивных новостей Артем Буланов. Он уже в студии. Приветствую, прошу. Приветствую, Владимир. Здравствуйте, дорогие зрители. Да, сборная Чехии обыграла в финале Швейцарию 2-0. Но вот стоит отметить и напомнить, что сборная Казахстана добилась достаточно хорошего результата. С повладарцами в составе они заняли шестое место в группе. Только вперед. И еще больше новостей спорта через мгновение. И даже не вздумайте переключать. Ее педагог говорит, что гениальности этого ребенка нет предела. Мы специально пригласили в студии сегодня двух гостей. Это Маляка Крумбаева и Наталья Протская. Какой у тебя характер? Ну, у меня я очень добрая. Просказывайте, как педагог по вокалу вот это вот замечательное дарование удается раскрыть и сделать из нее, ну, не вот такую вот, я не знаю, ромашку, а вот такую розу. Стоишь перед ними, показываешь, как это все нужно делать эмоционально, руками, ногами, пляшешь. Она стоит на тебя, смотрит сначала, растерянная. Ага, что делать? Как ты дошла до музыкальной школы и как кто тебя подопнул, прости меня, еще на каратэ? Сначала мне мама сказала то, что давай пойдем на вокал. Я говорю, ну, хорошо, пойду. Мне понравился бокс. Я прям боялась выйти на сцену. Ну, это нормально, да. Это нормально. Ну, волнение должно быть, но без него никак. Я тоже волнуюсь, я тоже переживаю. Ну, это не должно быть до потери пульса и сознания. А я смогу, а я смогу, а я смогу это все сделать сегодня. Проект «Откровение» и «Я – дети». Смотрите в субботу на телеканале «Ирбис». Браво, брависсимо, просто здорово. Автосервис «Экспресс» оказывает услуги по ремонту и техническому обслуживанию легкового и коммерческого автотранспорта высотой около 4 метров. Российского, корейского, китайского, европейского и японского производителей. Выполнит кузовные работы, покраску кузова, сварочные работы, работы выхлопной системы, компьютерную диагностику, ремонт ходовой части, ремонт двигателей, мелкосрочный ремонт, промывка от топителей печек. Проверит геометрию колес, регулировку развал схождения, проведет шиномонтаж и балансировку колес. Автосервис приглашает сотрудничать организации на договорной основе. Адрес улица Малообъездная 4-5. Контактные телефоны 8771-425-7002 и 8771-475-7002. Мастера Кокпара из Привертыща показали высочайший класс. Сильнейшие наездники региона разыграли медали чемпионата области. В первенстве участвовали 7 сильнейших сборных. 80 джигитов боролись не только за награды, но и признание Аксакалов этой игры. По итогам соревнований сборная Кибастуза и села Акколь – чемпионы. Серебро в уступе в финале завоевали представители Иртышского района. Наездники из Акулы стали третьими в итоговом рейтинге. Тем временем первую историческую победу одержали 14-летние футболистки клуба Аксум. Команда дебютировала в чемпионате Казахстана удачно. Поверженными оказались спортсменки из города Семей со счетом 3-1. Это первый чемпионат Казахстана для 14-летних спортсменов клуба Аксум. В стартовом матче они встретились с соперницами из города Семей. Клуб Елимай – оппонент опасный, но и повладарки не рабели и показали свой уровень. 3-1 – уверенная и мастерская победа. Первая игра для возраста 2011 года. Так как они в том году не играли, они готовились к чемпионату. У нас возраста сейчас чемпионата Казахстана поменялись, и поэтому для них это было новшество. Но ничего, девчонки справились с задачей поставленной. Мы набрали 3 очка из 6, как бы все впереди. 3 очка из 6 возможных – это большой успех для команды Сплерпишья. Они продолжают свой путь в чемпионате страны и планируют привезти в наш регион первые золотые медали. Воспитанники центра АКСУ команды Ю-17 и Ю-18 провели очередной тур юношеской лиги Казахстана. Играли наши футболисты на выезде. Оба матча против сверстников из Тараза для повладарцев не задались. Игровой день традиционно начинают младшие. 17-летние футболисты команды Асхата Мусатаева пропустила быстрый гол. На первой минуте хозяева уже повели в счете. Спустя час Тараз удваивает преимущество, но повладарцы нашли в себе силы и сократили. Отставание точно пробил Ернартой Газы. Впрочем, одного удара капитана команды оказалось недостаточно. Более того, под занавес матча хозяева забили еще. АКСУ терпит поражение 3-1. У выездной игры как-то не складываются, ошибки такие детские непонятно. Как бы работаем, стараемся исправлять. Как бы был переломный момент, забили гол, потом второй момент был, попали в перекладину. Как бы это все надломило, я так думаю, чуть-чуть ребят. Чуть-чуть не хватает характера, именно бойцовских качеств. А вечером на поле встречались старшие составы Тараза и АКСУ реабилитироваться за младших. У нашей команды Ю-18 не вышло. Хозяева очень грамотно играли в обороне и напористо в чужой штрафной. Они провели две результативные атаки, одержав уверенную победу 2-0 с юга. Обе повладарские дружины возвращаются ни с чем. Две победы и поражения. Сборная области по гонболу продолжает борьбу в чемпионате Казахстана. Игры среди молодежных команд высшей лиги проходят в Актубе. Актубе принимают заключительные матчи первого и малый этап второго тура. Стартовали наши уверенно. Сначала с большим отрывом победили команду из Костаная 40-25. Затем со счетом 43-35 сборную Астаны. В третьем поединке повладарцев экзаменовал лидер чемпионата. Гонболисты из Шимкента выступают без поражений. Команда с международным опытом сыгранная и постарше. В начале встречи растерялись и ступали 7-1. Потом догнали. И потом вот держали 3-4. Меча отрыв. Вот. Ну, потом, конечно, чуть-чуть не хватило во втором тайме. И мы проиграли. В принципе, я результатом доволен. Потому что пацаны бьются, стараются. Играют с лидером чемпионата на равных. Можно сказать, конечно, не хватает чуть физически. Потому что там парни уже совсем другого, можно сказать, опыта. В этом туре повладарцам предстоит провести матчи еще со сборными Карагандинской и Алматинской областей. В таблице соперники чуть выше. Они занимают, соответственно, третье и четвертое места. Наши гонболисты пока пятые. Лидируют в Южане. Команды из Шимкента и Туркестана. Всего же в чемпионате высшей лиги играют 8 дружин. Сразу два больших шахматных старта в эти дни проходят на западе страны. Гроссмейстерский турнир «Октобе Оупен» и чемпионат республики среди сеньоров. Первый с солидным призовым фондом. 45 миллионов тенге собрал сильнейший состав. Участвуют интеллектуалы из 21 страны. Для наших соотечественников он также считается этапом Кубка Казахстана. Из повладарцев неплохой результат в активе Дениса Махнева. В первенстве среди ветеранов завершились партии Блица. В группе 65 плюс победу одержала Галия Баженова. Другая наша шахматистка Елена Анкудинова – вице-чемпионка. Бронзу выиграл Тулиген Нукин. Тем временем футбол, волейбол, шахматы и даже киберспорт сыграли налоговики из пяти регионов страны. В повладаре стартовал отборочный чемпионат среди тех, кто обычно привык искать ошибки и неточности в отчетности других. Сотрудники налоговой службы и спортом заниматься любят, а не только ловить на бегу тех, кто уклоняется от уплаты или же ведет двойную бухгалтерию. На паркете чувствуют себя уверенно и разыгрывают блестящие комбинации. Коллеги общаемся, эти спартакиады нас объединяют, мы общаемся по работе. Это вообще объединяет в том плане, что мы еще в работе и в спортивные мероприятия нас очень объединяют, и поэтому это очень классно. Футбол, волейбол, шахматы и по киберспорту. Думаю, что наши сотрудники не только могут работать, но и активно занимаются физическим спортом. Это соревнования отборочные. Победители зональных именно этих турниров выйдут в финальную группу. Чемпионат посвящен десятилетию со дня образования органов государственных доходов. Три участников – сотрудники Улутаусской, Крагандинской, Восточно-Казахстанской, Абайской и Павлодарской областей. Стоит отметить, что победители турнира примут участие в финальных играх в августе. Новости спорта позади, но мы еще не прощаемся. Все верно, впереди специальный информационный блок. Новости спорта позади, но мы не прощаемся. Вот таким был сегодняшний день. Запомните его. Для вас в студии работали и Владимир Чубенко, Иртем Буланов. Смотрите лучшее, читайте первыми. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!